здравствуйте все не секрет что все мы любим ленточки а за окном сейчас очень романтичное время весна и когда я произношу слово романтика у меня перед внутренним взором всегда возникают лица грея и ассоль на которых лежит отцвет алых парусов и сегодня я предлагаю вам вышить парусник но перед тем как начать вышивать парусник во-первых рекомендую вам насмотреться какие же они бывают парусные лодки и во-вторых нарисовать эскизы много эскизов у меня их получилось прям достаточное количество вот первый кораблик я его нарисовала и обрадовалась была очень довольна а потом заметила ошибку которая часто оказывается повторяется парус наполнен ветром и смотрит в одну сторону а флажок почему-то вьется под этим же ветром в другую сторону непорядок я нарисовала вторую лодку но мне показалось что здесь парус очень большой опять непорядок третий парусник мне понравился больше и здесь мне пришла в голову вот такая мысль смотрите он идет под очень тугими парусами и для того чтобы этой картинке придать динамику сделать это легко нужно чуть-чуть наклонить по отношению к центральной оси мачту чуть-чуть и тогда получится что яхта гордо рассекает море и я уже начала отрабатывать то как должен выглядеть настоящий кораблик ну или более-менее настоящий романтичный красивый кораблик у меня получились вот такие рисунки если сравнить вот этот который я очень тщательно выписывала и вот этот то здесь становится понятно о чем я говорила когда говорила о движении вот этот статичный с ровной мачтой а вот этот уже выглядит как бегущий по волнам в общей сложности у меня получилось аж 9 эскизов и 9 больше всего дорог моему сердцу ему много-много лет даже листочек пожелтел 1980 года привет моему однокласснику который большими кулаками встретил меня в новой школе и даже пришлось нарисовать лодочку на которой я мечтала сбежать от него но это дела давно прошедших дней сейчас я выберу себе эскиз по которому буду работать остальные мне пригодятся может быть потом вот такая яхта немного погрузимся в яхтостроение здесь у лодки два паруса передний называется стаксель он расположен немного ниже второй называется задний парус грот он закреплен чуть-чуть повыше на мачте это нам пригодится но начать я предлагаю вышивку с корпуса лодки вот у меня уже здесь намечена линия горизонта далеко уходит море вглубь картины и для того чтобы вышить лодку я возьму вот такой короткий отрезок ленты и понадобятся мне всего лишь один стежок вот я вывожу ленточку выберу матовую сторону мне нужно очень хорошо расправить ленту вместе выхода из ткани для того чтобы она легла бы такой чашечкой как мы это с вами умеем делать и корпус лодки я вышью обратным смещенным стежком то есть я сейчас переверну ленту вот сюда в спинку и в кромку верхнюю кромку чтобы верхнюю палубу обозначить в колю иглу и уведу ленточку на изнанку здесь самый главный секрет очень аккуратно очень тщательно расправить ленточку поработаем с кромками подтянем их и вот получилась лодка всего лишь один стежок здесь главное хвостики на изнаночной стороне ленточки закрепить когда мы будем закреплять хвостики мы можем и саму лодку вот по нижнему краю тоже закрепить обратите внимание когда вы будете это делать подтяните кромку хорошо к ткани иначе она будет волниться нам это не нужно вот такая крутобокая лодочка у меня в результате получилось следующее что я должна сделать построить укрепить мачту мачта находится примерно посередине лодки может быть чуть чуть ближе к переднему краю к носу лодки и как обычно скрученным стежком длинным скрученным стежком я возьму коричневую ленту тщательно ее скручу один стежок и мне останется только эту мачту закрепить чтобы ленточка не раскрутилась и вот теперь мы дошли до самого интересного момента паруса иногда бывает искушение вышить парус просто ленточным стежком просто как мы привыкли вышивать лепестки цветов но тогда и парус не будет похож на парус а будет похож на лепесток цветка здесь у нас верхняя точка крепления переднего паруса стакселя будет примерно вот здесь грота примерно вот здесь выше и переднюю точку переднего паруса я поставлю где-то вот здесь пусть будет так немножко отошла от своего эскиза ну пусть будет так для наглядности чтобы было понятно как закреплять стежки и обратите внимание мне понадобится отрезок ленты крайней точки паруса я оставлю примерно 2-3 сантиметра больше с одной стороны и примерно на то же 2-3 сантиметра больше отрезок с другой стороны и ленту я срежу сразу под углом обратите внимание сейчас я буду изображать вышивать передний парус стаксель я выбираю для вышивки блестящую сторону ленты и уголок срезать я буду тот что ближе к ткани сейчас вы поймете о чем я говорю но начнем мы с сначала с того что вышьем нижнюю часть паруса а для этого мы поступим с отрезком ленты вот таким образом вырежем треугольник и центральную часть углубление вот этого треугольника я сразу подпалю чтобы у меня не возникло ненужных махров вкалываю иголку возле лодочки и мачты и увожу первый хвостик наизнанку вторая точка нижняя точка паруса вот так здесь очень важное замечание ширина моей ленты 4 сантиметра расстояние между вот этими точками ни в коем случае не должно быть больше трех сантиметров это важно для того чтобы парус был тугой и наполненный если мы сильно растянем эти точки друг от друга то лента у нас ляжет плоско и вот этой романтики этих наполненных парусов не получится если ваш проект крупнее например принт с большим парус ником с большим количеством парусов то лучше выберите ткань из которой вы будете выкраивать паруса иначе они не получатся крупными и теперь верхняя точка паруса совсем рядом с мачтой я вкалываю иголку и верхний уголок ленточки тоже увожу наизнанку здесь важно сразу задать направление чтобы хвостик в нужном положении уходил на изнанку и здесь очень важно вовремя и сразу расправлять ленточку сразу работать с кромками и вот здесь ленточка дает мне подсказку как бы я не расправляла ее она сворачивается больше чем мне нужно и отрезанный размахнуленный кончик вот с этой стороны выступает что нужно сделать это значит что ленту нужно срезать больше и под более острым углом то есть я возьму точку среза ниже вот получилось смотрите какой тугой и очень красиво расправившийся парус для того чтобы зафиксировать его в таком положении нам нужно обязательно на изнанке очень хорошо закрепить вот эти хвостики которые у нас получились которые ушли наизнанку и для этого я буду использовать дополнительную иголку с дополнительной ниткой я просто эти хвостики все сошью между собой закрепить хвостики необходимо для того чтобы парус надежно был на месте даже если у нас будет не прикладная вещь а панно никто не застрахован от шаловливых ручек зрителей и второй парус я сейчас сделаю точно так же и вот здесь смотрите очень наглядно получается срез острого угла не в ту сторону что мне нужно сюда у меня будет надуваться парус а в эту сторону он будет заворачиваться поэтому я сейчас вот так поступлю с лентой я подготовлю вот так ее для того чтобы сделать второй парус срез у меня с той стороны которая ближе к ткани и как я уже говорила сантиметра на 3 длиннее чем нужная величина паруса и то же самое вырезаем треугольник и чтобы не было лишних махров чтобы работа была аккуратнее центр этого вынутого треугольника я подпалю и опять же одна . вот здесь ленту я не перекручиваю я ее вот так и вставляю в иглу как у меня должен лечь парус вторая точка и верхняя точка паруса смотрите какая веселая лодочка у нас получилось рисунок конечно очень детский немного наивный но паруса тугие и наполненные ветром самое главное хорошо расправить ленточку чтобы она лежала как нужно благодарим сеть магазинов леди шарм за предоставленную ведущей одежду